Медкомиссия Никита Шитов видит себя в военной форме только на Красной площади. Парень хочет попасть в Кремлевский полк. Это элитная часть, которую берут призывников с кристально чистой репутацией, 100% здоровьем и ростом не ниже 180 см. Никита полностью соответствует всем требованиям. Главное с головой дружить, чтобы у тебя представление было, для чего ты это делаешь. Я как раз таки предварительно тоже вел подготовку, занимался и уже как 12 лет даже занимаюсь плаванием. То есть можно сказать, что профессиональная какая-то карьера небольшая и путь к этому были выстроены. Один из специалистов, которого нужно обязательно пройти на медкомиссии, психиатр Игорь Сафронов, врач с огромным стажем, видел за свою карьеру многое. Первое, на что обращает внимание, татуировки и пирсингу призывников. Отношение к ним резко поменялось в последнее время. Если раньше пирсинг в носу или туннели в мочках ушей, даже немногочисленные татуировки означали направление за экспертным заключением в психобольницу, то теперь у нас диспансер переполнится, если я всех буду с татуировками направлять. Потому что это уже какая-то часть культуры. План на весенний призыв в регионе 3,5 тысячи человек. По Нижнему Новгороду 800. В военном комиссариате Нижегородского и Советского районов уверены, что все пройдет без срывов. Ребята идут на мероприятия, связанные с призывом. И сейчас принято дополнение к закону, что ребята, которые проживают здесь, на территории Нижнего Новгорода и не зарегистрированы, они обязаны состоять на месте, по месту жительства, где они живут, а не где зарегистрированы. Поэтому мы думаем, что сейчас многие ребята, которые приехали из других регионов, придут нам в старт на учет в военкоматы города Нижнего Новгорода. Мы с ним тоже будем проводить призывные мероприятия. Значит, у нас граждан, которые уклоняются от призыва единицы, потому что считается уклонившись от призыва тот, который оповещен, не привык по повестке. В основном ребята убывают без снятия с учета, находятся и не знают свои обязанности по воинскому учету. Известно, что 20 человек будут проходить службу в научных частях. 20 готовы отправиться сразу на два года по контракту. По 10 призывникам принято решение о прохождении альтернативной гражданской службы. Призыв будет проходить до 15 июля. Антон Ганин, Юрий Афров, Георгий Захаров. Столица Нижний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова